И в завершении выпуска хорошие новости. Лиза Михальченко в этом году прошла целых 4 курса реабилитации в России. На сегодняшний момент состояние здоровья намного улучшилось. Наталья Кислякова продолжит тему. Это годик. Представляете, ребенок в годик. Лежит и ест. И вот здесь она с игрушками играет. Она практически не переворачивалась. Не сидела и не вставала. Это нам год. Признаки года мы знаем, когда ребенок уже должен сидеть, уже ползать хорошо, уже вставать и, возможно, делать первые шаги. У нас этого не было. И, к сожалению, у нас даже не было диагноза. Собрав все силы, Осия с Лизой ездили в государственные реабилитационные центры. Но все попытки были тщетные. Только благодаря центру Натальи Пыхтиной, в которой на реабилитацию семья Михальченко собрала все свои денежные средства, Лиза смогла сделать первые шаги. Сразу после реабилитации Осия решила поделиться своей радостью и обратилась к нам в редакцию год назад. Тогда о маленькой Лизе узнал весь округ. Жители региона всего за неделю собрали необходимую сумму на дорогостоящий курс реабилитации. Однако, чтобы девочка могла ходить, необходимо было не менее четырех таких курсов в год. На помощь семье Михальченко пришли специалисты Красного Креста. Ася Николаевна к нам обратилась в конце 2018 года, в октябре, за помощью по приобретению авиабилетов. Они собирались на реабилитацию с дочкой. И, наверное, от этого момента мы уже начали работать с ней более обширно. Не только на авиабилеты выделили денежные средства, но и на саму реабилитацию, потому что она достаточно дорогостоящая. И в дальнейшем она уже после этого обращалась к нам. Мы следили за ее судьбой. Всем сердцем болели за нее, конечно. Чтобы Лиза смогла самостоятельно ходить и ухаживать за собой, необходимо еще пять лет посещать реабилитационные центры. Действительно видно, что и ребенок очень активно и очень радостно занимается. И сейчас ей нужна нагрузка. Как логопедическая, так и лечебной физкультуры, то есть ЛФК. Ей постоянно для мышцы нужна нагрузка, для того, чтобы она пошла. Помните, какие были в передаче сюжет, как радовались они, когда она пошла самостоятельно. То есть этот каждый успех, он просто отражается вот так солнцем в глазах мамы. И когда есть возможность. А возможность у нас бывает тогда, когда наш так называемый этот фонд благотворительный пополняется в Российском Красном Крестининском региональном отделении. Пополняется, конечно, он за счет перечислений от физических лиц и от юридических лиц. Диагноз ДЦП лечится до 6 месяцев с рождения ребенка. А сия признается, если бы о проблеме узнали раньше, можно было бы быстрее поставить малышку на ноги. Сейчас Лизе уже 4 годика, и семья не собирается сдаваться. И мы вам хотим подарить вот такого ангела, привезли. Вы для нас символ вот такого ангела. Лизочка, подари, пожалуйста, сладенький дайте мне. Спасибо вам большое. И вы в руках у нее вот такой головы. Это такая мечта. Это мечта. Детская мечта сбывается. Вы понимаете, мы уже на пути к выздоровлению. Хочется поздравить с наступающим Новым годом дорогие родители, тети, дяди, друзья, знакомые, родственники, бабушки, дедушки. Хочется сказать, хочется пожелать, берегите своих детей и пожелать вам крепкого здоровья. За здоровье Лизы очень переживает ее прабабушка Татьяна Васильевна Карипанова, которой завтра исполняется 90 лет. Семья Михальченко хочет пожелать Татьяне Васильевне крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.